Здравствуйте! В эфире программа «Вам слово». Сегодняшняя передача посвящена важнейшей теме. Мы будем говорить о медицине, но это тема, которая так или иначе волнует всех. Это болезни сердца и гипертоническая болезнь. У меня в студии два замечательных врача. Для того, чтобы перечислить все их титулы, наверное, нужно достаточно много времени, но я все-таки это сделаю. Давид Георгиевич Иосилиани, директор Московского центра кардиоангиологии, профессор и доктор медицинских наук и главный кардиолог Москвы. И Давид Мейерович Аронов, руководитель отделения реабилитации и вторичной профилактики Государственного центра профилактической медицины, тоже доктор медицинских наук, профессор. Все правильно? Совершенно верно. Спасибо, что вы согласились прийти на нашу программу. Действительно, ведь заболевание сердца – это самая распространенная патология нашего времени. И с этим ничего нельзя поделать. Это так и будет. Очень трудно сейчас предсказать далекое будущее. Но в ближайшем будущем, к сожалению, я думаю, в частности у нас в стране, эти заболевания будут, к сожалению, прогрессировать, и количество их не будет уменьшаться. Дай Бог, чтобы оно не увеличивалось. А вот динамика какова, если это не очень страшные цифры? Ну, скажем, за последние 10 лет намного увеличилось количество этих заболеваний? Вы знаете, наверное, трудно сказать в абсолютных числах, хотя это возможно, но где-то на 1-2% увеличивается. Вот по Москве я могу сказать, что, к сожалению, сердечно-сосудистые заболевания. В год. В год, вот, к сожалению. То есть за год это в среднем 10%? Нет, больше. Больше? 2,5% практически в среднем. В год. По стране я имею в виду. То же самое и в Москве здесь. Особой разницы нет. Вы понимаете, от чего это происходит? Или только догадываетесь? Ну, вообще, врачи могут совершенно четко сформулировать, от чего это происходит? Давид Мирович, это ваша область. Ну, это наша общая область. Я, конечно, могу тоже ответить. Дело в том, что последние 10 лет наша смертность почти удвоилась от сердечно-сосудистых заболеваний. Если в Европе умирает где-то около 300-400 человек на 100 тысяч населения в год, у нас эта цифра в три раза больше. Это за последние 10 лет? Это было в последние 10 лет особенно отчетливо ощущается, но эта тенденция уже намечалась где-то с начала середины 80-х годов, еще до так называемой перестройки. До перестройки. Да, это конец эпохи Брежнева. Уже намечался такой неудержимый рост сердечно-сосудистой смертности. Тогда получается, простите, но тогда этиология сердечных заболеваний где-то в социальной сфере или нет все-таки? Безусловно, социальные условия жизни играют колоссальную роль в формировании нашего здоровья и особенно в формировании болезней. И в первую очередь таких, как сердечно-сосудистые и раковые заболевания. И раковые тоже? И раковые тоже. И тоже социальная природа? Безусловно. Вы имеете в виду весь комплекс факторов, включая ухудшение питания, экологии или именно психологическую сферу? Не только. Не только. И психологическую, но и вот вы правильно упомянули, и общие экологические ситуации, продукты питания, вода, воздух, которым дышим и так далее. Можно я добавлю только, что социально-экономическая ситуация. Социально-экономическая. Потому что у нас есть прекрасный пример страны, где все-таки удалось добиться снижения и заболеваемости, и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Это Соединенные Штаты Америки. И именно за счет, первое, за счет профилактики заболевания, это, наверное, Давид Меревич еще скажет, а профилактика заболеваний, борьба с заболеванием серьезно может осуществляться только при большом финансировании. При адекватном финансировании. Это дорого стоит? Очень дорого. А что есть дороже здоровья? Я думаю, здесь даже, ну, нельзя задавать такие вопросы, что дорого стоит. Дороже здоровья ничего, дороже жизни ничего нету. Поэтому именно в здоровье, именно в человеческую жизнь надо вкладывать все, а потом уже все остальное должно идти так. Вооружение, обороны и так далее. Это все потом. Первое, это здоровье. Это и есть оборона. Это и есть... Могу продолжить вот эту мысль, которую только что вы слышали мы. В Соединенных Штатах Америки 14% валового продукта шло на здравоохранение, и смертность у них нарастала. Это было вскоре после войны. Они увеличили, увеличили, все равно ничего не могли сделать. И тогда они создали свой, в общем-то, центр по изучению причин этого состояния, повышения распространенности, и усиление распространенности, и повышение смертности от сердечно-состояния заболеваний. И тут же после этого они в ближайшие годы выявили основные факторы, которые приводят к смерти. Оказалось, все, что нам хорошо известно, даже и не обязательно быть для этого медиком. Это факторы риска, которые включают в себя, в первую очередь, гипертонию, повышенное артериальное давление. Второе – курение. Третье – высокий уровень холестерина в связи с неправильным питанием. Питанием преимущественно жирной животной пищи, мясной пищи. Недостаточная физическая активность, избыточный вес, ну и некоторые другие факторы. Чтобы понять роль из этих факторов трех главных – гипертония, курение и неправильное питание – могу сказать, что средняя продолжительность жизни россиянина, в том числе и москвича, курящего и некурящего, разница в 10,5 лет. Курящий сокращает свою жизнь ровно на 10,5 лет. Наличие гипертонии сокращает жизнь человека, не занимающегося своей гипертонией, даже при наличии на 12 лет. Алкоголизм, я не упомянул, на 5-6 лет сокращается жизнь человека, но это касается мужчин. Тех, кто курит, вернее, употребляет больше 160 грамм абсолютного алкоголя, ну где-то 300 грамм водки в неделю. Это уже? Это уже много. Много. Давид Милович, ну вот два обстоятельства, которые Вы назвали, с ними можно бороться, да, с курением и с пьянством. А что касается гипертонии, ну ведь человек ее, вообще говоря, приобретает или по наследству, или как-то еще. Но, по крайней мере, разве это зависит от нас с Вами? Это зависит, безусловно. Есть неизменяемые факторы – это возраст, пол и генетическая предрасположенность. То, что передается по наследству. А все остальные факторы, они изменяемые. И в том числе очень хорошо поддается коррекция гипертонии. Сейчас колоссальная… Рана выявлена? Да на любой стадии выявления ее. Но ведь масса людей никак не могут от нее избавиться. Да, к сожалению. Причины такие, я кратко могу назвать. Кроме того, что надо принимать лекарства, кстати, лекарства надо принимать так, как говорит врач, а не так, как кажется больному самому или как ему подсказывает кто-то. У нас неправильное употребление этих лекарств. И второе – образ жизни надо изменить. Изменить привычки питания, увеличить двигательную активность, избавляться от некоторых дополнительных факторов риска. И все это вместе дает нормальный, хороший уровень давления. Вы знаете, вот замечательные врачи, которые рассказывают, как нужно правильно жить для того, чтобы дожить до глубокой старости. Но вот вы же, кроме того, что вы врачи, вы живые люди. Вы знаете, как человеку можно жить реальной вот этой нашей сегодняшней жизнью и все-таки заниматься своим здоровьем? Естественно, что им заниматься надо. Как сочетать эти вещи? Вы знаете, очень правильный вопрос и интересный вопрос. Очень трудно, безусловно. Особенно, если ты занимаешься очень интенсивно своей работой. Многие люди сейчас вынуждены работать без оглядки на время, на отдых, едят. Естественно, где попало и что попало. И тем не менее, я думаю, все-таки надо выбирать время для того, чтобы немножко уделить внимание своему здоровью. Потому что без этого невозможно. Вы правы. Тогда научите, как это сделать. Что может сделать человек, который работает в среднем 8-9 часов в день? И плюс у него есть домашние заботы. Что он может себе позволить для того, чтобы не стыдно было перед детьми за то, что он сам запустил и сам пришел? Наверное, все-таки я не открою каких-то, не открою Америки, если скажу, что очень банальную вещь может быть, что он должен отложить все дела, если он почувствовал, что он болен или что начинается заболевание. Отложить все и на ранних стадиях именно. Не тогда, когда уже болезнь заходит, можно сказать, даже в необратимую стадию заболевания. На ранних этапах обратиться к врачу. И я думаю, что это самое главное, что он может сделать. Помимо тех мероприятий, о которых и Давид Меордж говорил, то есть это предупреждение заболевания. Но, увы, к сожалению, как не предупреждаю, все-таки болезнь часто наступает. В том числе это и сердечно-сосудистые заболевания, и онкология, которая, к сожалению, очень независимо от нашего поведения приходит. И первое, что должен пациент делать, человек, это обратиться к врачу. Это первое. И самое главное, и чем раньше он обратится, конечно, тем более зримым будет эффект лечения. Это очень важно. Давид Георгиевич, да, конечно, вы правы. Особенно, когда у человека заболело сердце, это не коленка. Он к врачу все-таки пойдет. Но ведь вы, кроме того, что вы практик, и вы ученый, вы по должности главный кардиолог Москвы, и вы, вероятно, знаете состояние наших врачей в поликлиниках. Я не хочу сказать, что они плохи. Но они тоже живут сегодняшней реальной жизнью. И кроме того, как больному пихнуть какую-то таблетку, простите, ну, наверное, да, там дать какое-то лекарство, редко какой врач скажет, ах, вам нужно столько-то гулять. Вот как старые врачи говорят, да, столько-то вам нужно гулять обязательно. Вам нужно заниматься такими-то физическими нагрузками, там, в виде спорта ли, или каких-то других вещей. Но ведь врачи не говорят об этом, как правило. Вы знаете, вы, опять-таки, очень интересный вопрос задали, не задали, а, я думаю, подняли вопрос. Безусловно, это квалификация врачей, особенно поликлинического этапа. Безусловно, мы должны это, как бы, признать, что, конечно, не всегда, не всегда уровень поликлинических врачей соответствует требованиям сегодняшним. И я думаю, что вот и моя задача, как главного кардиолога, что мы и делаем, это все-таки стараться, стараться поднять их уровень, уровень поликлинических врачей на тот уровень, который бы хотелось, который сегодня есть в клиниках. А пока все-таки, к сожалению, есть какой-то дисбаланс между госпитальным, амбулаторным этапом оказания помощи и клиническим, то есть стационарным. И это очень важная задача, и это делается. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки поликлинический уровень сегодняшней медицинской помощи, в принципе, все-таки может обеспечить адекватную, хотя бы, знаете что, хотя бы определение, куда направить пациента на лечение, на обследование лечения уже на стационарном этапе. Если это делается, это уже большое дело. И еще я бы хотел сказать, это очень часто забывают, к сожалению, и врачи наши, что лечение заболевания не должно быть симптоматическим. Касаясь той же гипертонии, понимаете, некоторые врачи, к сожалению, некоторые врачи стремятся все-таки получить эффект именно снизить давление артериальное. И вроде бы и пациенту больше и не надо ничего, но это не единственное, что должен врач делать. Врачи обязательно должны разобраться в причинах, почему у человека повышается давление, потому что причинами артериального давления могут быть самые разные, в том числе органические, когда нужно вмешательство более активное, вплоть до операции. Поэтому я считаю, что, учитывая, что наша передача и наша беседа, наверное, дойдет и до врачей, которые нас тоже, наверное, будут слушать, обязательно должны они помнить об этом, что все-таки сегодняшняя медицина – это не только симптоматическое лечение, это обязательно патогенетическое лечение. То есть надо стараться доискиваться до причин, вызвавших заболевание, в том числе артериальную гипертонию. Тогда значительно выше будет и эффект лечения, и наши пациенты, наше население будет получать более адекватную медицинскую помощь. Вот, коль скоро вы говорите о гипертонии, Давид Мейерович рассказал о программе, которая существует. Программа называется «Выявление и просила». Государственная, федеральная программа, да, выявление и лечение гипертонии. Да, это первая, по сути дела, федеральная программа. А что такое государственная программа? Что она может сделать, помимо того, что делается сейчас? Она может сделать то, о чем упоминал в самом начале нашей беседы Давид Георгиевич, говоря об Америке. Америка достигла своих выдающихся успехов в снижении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний благодаря их федеральным программам, не одной, а нескольких. Она включает в себя не только медицинскую часть, которая хорошо поддерживается, но и социальную часть, и потом вовлекаются многие-многие другие министерства, ведомства, и координированно они проводят работу по разъяснению людям, как надо жить, чтобы предупреждать болезнь, если они у вас, так сказать, намечаются, или даже на роду написаны. Как надо лечиться, чтобы болезнь не прогрессировала. Как надо питаться, как надо двигательной активностью заниматься, как избавляться от... Это какая система пропаганды? Не пропаганды, это государственные программы, или федеральные они называют. Ну да, но вот когда... Да, не федеральные, они называют ее национальные программы, да. И вот вначале они внедрили у себя программу, как мы говорим, борьбы с гипертонической болезнью, с гипертонией. Она существовала у них 7 лет. Результат был хороший, но он был не очень впечатляющий. И тогда они приняли такую комплексную программу, которая учит не только гипертонию, но и другие болезни сердечно-сосудистой системы, и даже вне этой системы другие болезни. И назвали ее образовательной программой по холестерину. Если дословно перевести, образовательная программа по холестерину, и все. Но на самом деле речь идет о борьбе с атеросклевозом как основной причиной всех сердечно-сосудистых заболеваний, или большинства. Чтобы понять, какова роль вот этой программы, я могу другой пример привести. В Финляндию часть провинции Российской империи жила такой жизнью, как и Россия. Но за 70 лет у них был резкий подскок сердечно-сосудистых заболеваний после военные годы. Примерно такая же ситуация, как у нас, но чуть менее выраженная. И они за 20 лет ежегодно снижали смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 3%. У нас на 2-3% идет рост, а у них на 3% снижение. И за 20 лет они на 60 с лишним процентов снизили смертность. И в качестве примера у них распространено, ну вы знаете, вот эти финское сливочное масло, финские сыры, там виолы и так далее, и так далее. Предмет наших вожделений в советские времена. И вот эта страна, оказывается, она очень здорово, злоупотребляла этими продуктами. Плюс еще жирное мясо, сало, бутерброд, масло, сыр, там, ветчина, то, что и у нас сейчас является главным питанием. 85% населения в период, когда был разгар высокой смертности, пользовались такими бутербродами. 85%. А когда они провели такую же программу, как и американцы, сначала в одном из своих регионов, то за короткий период, благодаря вот этой пропаганде, обучению, образованию населения, количество потребляющих такие бутерброды снизилось до 17%. Соответственно, снизился холестерин, средний уровень холестерина у населения. Он был у них самый высокий в мире. Сейчас он ниже, чем у нас. И это повлекло за собой постепенно, вот, с течением нескольких, после нескольких, снижения смертности. Сейчас они совершенно благополучно бывшая часть России. У нас смертность выше, чем у них в три раза по сердечно-сосудистым заболеваниям. – Давид Мирович, ну, наверное, для того, чтобы обсуждать этот вопрос всерьез, нужно, наверное, и задать себе встречный вопрос. А тогда в каких социальных группах люди могут себе позволить следить за питанием правильным, например, и правильным образом жизни, а в каких не могут? Как это связано с достатком, с традициями, с привычками? Давайте вот сейчас вернемся к этой теме. Она все-таки существенна, если говорить об этом по существу, да? Наверное, многие люди смотрят, думают, что мы же не можем себе этого позволить просто. Потому что мы питаемся так не потому, что мы не хотим, а мы не можем иначе. Сейчас у нас есть замечательный сюжет о том, как лечат уже тяжело больных людей. Сюжет из Центра трансплантологии, который рассказывает о пересадке сердца. Это тоже, к сожалению, эта трагическая тема волнует очень многих. Давайте посмотрим. Институт трансплантологии единственный в России, где проводят операции по пересадке сердца. Нуждаются в подобных операциях тысячи. Однако руководство НИИ констатирует, что из-за нехватки донорских органов удается проводить всего по несколько операций в год. В условиях недостатка донорских сердец ученые исследуют возможность пересадки органов от животных к человеку. В НИИ трансплантологии подобные опыты проводят на кроликах. Ведутся исследования в сфере клонирования человеческих органов. Однако наиболее верный способ помочь пациентам дождаться своего донорского человеческого органа это создать искусственное сердце. Модель такого сердца уже проверяется исследователями НИИ трансплантологии в экспериментах с животными. Прототип искусственного сердца третьего тысячелетия выглядит как металлическая коробочка. Внутри у нее источник энергии, благодаря которому работает насос, двигающий кровь. По прогнозам ученых, с помощью такого сердца врачи смогут помогать пациентам уже через три года. Да, ведь кажется, что эта тема, пересадка сердца, о чем, наверное, слишком много сейчас стали говорить, люди, не понимающие в этом, в частности журналисты и публицисты, эта тема тоже социальная, потому что, наверное, тоже не всякий человек может себе это позволить по каким-то причинам. Я даже не говорю о деньгах, он просто далеко живет, у него нет возможности, у него нет средств, чтобы доехать до этой больницы и встать в очередь. Вот каким образом здесь все эти социальные факторы мешают вам существовать и работать? Ведь вы говорите абсолютно правильные вещи, но как разгрести весь этот ворох проблем, который связан с бедностью нашей страны? Вопросы очень сложные, потому что все-таки так или иначе это упирается опять-таки в финансирование. Но я бы сказал другое, что при правильном распределении даже тех финансов, которые существуют и которые отпускаются на наше здравоохранение, можно более рационально организовать и более правильно наше здравоохранение. Потому что самые главные три момента надо помнить. И если это будет все соблюдаться и все эти моменты будут учтены, очень мало будет кандидатов на пересадку сердца. Это первое, это профилактика заболеваний. Понимаете, не надо доводить до такого состояния свой организм и заболевания, чтобы необходимы были крайние меры. А пересадка сердца это уже крайняя мера, это лечение терминальных состояний. Первое, это профилактика заболевания. Второе, это уже адекватное лечение наступившего заболевания. То есть это то, что мы все хорошо знаем, лечение заболевания. И третье, это реабилитация. То есть это уже после лечения, человек должен получать адекватную реабилитацию. Если эти три компонента в равной степени развиваются в стране и обращаются внимание на все эти три компонента, уверяю вас, значительно меньше будет таких операций, которые требуют огромного финансирования, невероятного. Потому что вы, наверное, знаете, сколько стоит. Они страшно дорогие. Да, поэтому я думаю, что именно расстановка акцентов очень важна. К сожалению, я должен сказать, я думаю, Давид Меоргиевич со мной согласится, что у нас, если стационарный этап, лечебный, еще как бы неплохо, ну можно сказать, неплохо развивается и поставлено, то два момента, о которых я говорил, предупреждение, то есть профилактика заболевания и реабилитация, ну практически можно сказать, ну, я не хочу никого обижать, наших организаторов взрывов, но почти на нулевом уровне. Давид Георгиевич, давайте, вот все, что вы говорите, это страшно интересно. Ну вот сидит перед экраном человек, который думает, ну что же мне все-таки сделать, да, вот почувствовал одышку. Ну, еще, может быть, все обратимо, да, тахикардия, ну такие вот вещи, которые, наверное, есть у каждого человека, кому за 30. Что? Как надо жить? Как себя вести? Я думаю, что мы оба выскажем, я скажу сейчас. Вот понимаете, в чем дело? У нас остается буквально вот по минутке для каждого. А, по минутке? Вот расскажите, что нужно делать? Чего не нужно, вы сказали. Да-да, Давид Георгиевич, пусть. А как жить? Как жить? Во-первых, если он уже заболел и обращался к врачам, ему дали предписание, как лечиться. Наши больные, как показывает опыт, вот те же самые гипертоники. Лечить гипертонию очень просто. Среди тех, кто знает, что у него гипертония, лечится 50%. Остальные 50% не хотят лечиться или не могут. Ну, когда приступ, когда кристок. Да, если они приезжают. Те, кто лечится, принимают правильно лечение, ну, принимают эти таблетки в том количестве и так, как рекомендовано, только 50% опять-таки. Понимаете? То есть люди сами небрежно к себе? Сами небрежно относятся. Вы с этим все время сталкиваетесь? Мы, например, тяжелый больной, повторно поступает. Мы его как-то, ну, восстанавливаем, выписываем, даем, объясняем все, пишем выписку, где на расписку. Вот один, два, три, вот то и то надо делать. Ему получше, он берет, обменяет это. Или наоборот, я хочу себя попробовать. Ему нельзя, допустим, тяжелые нагрузки выполнять. Он говорит, я попробую для себя. И действительно пробует. Поднимается, допустим, на пятый этаж. Ему больше двух не разрешается, а он лезет на пятый. Понятно. Простите, я вынужден просто вас проявлять, потому что мы стремительно приближаемся к концу. Два слова. Что такое здоровый образ жизни? Здоровый образ жизни? Ну, вы знаете, наверное, это понятие очень растяжимое и очень индивидуальное. Кто в чем видит. Я думаю, что, может быть, здоровый образ жизни – это тот образ жизни, который очень мало подразумевает вредных привычек. Вот это и здоровый образ жизни. Потому что сейчас перечислять, что вкладывается в здоровый образ жизни, очень сложно. Это огромное количество. Тогда последний вопрос. Вы руководите замечательными медицинскими учреждениями. Самый последний вопрос. Да или нет? К вам легко попасть больному человеку? Да. Это правда? Это правда. Не в тот же день. В стационар. В поликлинику в тот же день, пожалуйста. Но стационар есть в некоторой очереди, безусловно. Но опять-таки попадают все, кому это показано. Единственное, не просто так, вот человек захотел и пришел. Он должен обратиться к врачу по месту жительства. И тот врач направит. Если какие-то проблемы, могут обращаться прямо ко мне. Спасибо вам. Спасибо большое. На этом, к сожалению, мы вынуждены закончить сегодняшнюю программу. Хотя, наверное, на тему сердечных заболеваний. Тем более, с такими специалистами можно говорить бесконечно. И нужно говорить. Но, вероятно, мы сможем вернуться еще к этой теме. Я прощаюсь с вами и напоминаю, что у нас в гостях были два профессора, доктора медицинских наук, замечательные наши московские кардиологи, Давид Иосилиани и Давид Аронов. Всего доброго.